Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! На связи Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания ЛЯМ. Сегодня тема ролика «Коллекторы. Что изменилось после выхода 230-го федерального закона? Как этот самый закон повлиял на деятельность коллекторов? Насколько он освободил нас с вами от беспредельного воздействия со стороны коллекторов, банкиров и так далее и тому подобное? Тема понятная, острая, и я вот что хочу сказать. Вот та пословица, да, закон, что дышло, где вошло, там и вышло, очевидно, демонстрирует принадлежность этой самой не очень хорошей пословицы к нашему законодательству, вообще к нашему социуму, к быту, к бизнесу, в том числе к банковскому. Не знаю, как с другими законами, но в этом случае закон вышел и все сильные, хитрые умы, практикующие, теоретики кинулись изо всех сил штудировать граммативно-правовые акты, литературу, методический материал для того, чтобы его обойти. Закон у нас выходит не для того, чтобы подчиняться ему, а для того, чтобы найти лазейки, как его не исполнять. Каждый новый закон – это определенная практика для юриста. Юрист, уважающий себя юрист, всегда смотрит на какие-то новые законодательные нормы с позиции, что бы он мог сделать, чтобы не попасть под воздействие вот этих вот норм. И тогда он будет считаться каким-то грамотным, хорошим, успешным юристом. Но это у нас здесь в России. Ладно бы так, ладно бы было что-то там, что называется хитрое, умное и так далее. Я никогда не стану утверждать, что на банкиров, на коллекторов либо вообще юристы не работают, либо работают люди, которые, ну, как мягко скажем, не амбициозные. То есть пойти за зарплату, делать что-то там по заданию определенному. Ну, лично я этого не понимаю. Для меня это какая-то тяжелая, там, сверхтяжелая арифметика, тяжелая артиллерия. Что должно быть у человека, у кого есть образование, у которого есть какие-то жизненные приоритеты. Пойти за фиксированную зарплату, причем невысокую работать. Конечно, я не говорю о юристах, которые сопровождают целые отделы. А вот, вот эта вот публика, поверьте, я их видел. Я видел один раз, я встретил еще, живя во Владивостоке, в офисе банка «Русский стандарт» своего однокурсника. Я когда-то заканчивал мореходное училище, я смотрю, идет Евгений. Ну, такой, знаете, отличник от мозга костей. Он был в свое время на самой публике, которая не дает списывать. Он был в нашем коллективе, в мужском коллективе. Ну, то есть мореходное училище – это мужской коллектив, само собой. Не то, чтобы он был изгой, но его не любили. Его в буквальном смысле не любили, его сторонились. Он был сам по себе такой вот. Ну, вот есть такое крысоподобное существо. Не откровенное чмо, но вот. Учился очень хорошо по всем предметам. В итоге он не преуспел в тех предметах, в которых он учился. И я его встречаю в юридическом отделе, говорю, Женя, а ты что тут? А я юрист здесь. Я говорю, а ты что-то заканчивал? А здесь и так можно, говорит он мне. Что мне, говорит, там эти самые бумажки сверять на предмет орфографических ошибок и каких-то речевых оборотов. И обрабатывать корреспонденцию от клиентов. Вот, юрист. Я говорю, что, на жизнь хватает? Да, нормально. Ну, понятно, и там отдельная история, в каком он был. Знаете, есть костюм, а есть пинджак с рукавами. Или с карманами. Вот типа того, да. Еще их клифт называют. Вот что-то с чем-то вот похоже. Знаете, сшиты не по размеру, куплены где-то там подешевле и так далее. Ну, марки вот этой юридической, вот этого цинуса я там не разглядел. Ну, ладно, это детали, это просто описание стандартного юриста, который работает в общей практике в юридических отделах, который на бумажках сидит. Ага, вот. Ну, ладно, вернемся к этому закону, так называемым изменениям. Ну, и что мы видим с вами, друзья мои? Изменения, да. Ну, самое очевидное изменение, вы, наверное, на моем канале, если следите за роликами, это то, что коллекторы стали вежливее. То есть, как ты там на них не лей, помой, они вас будут называть Иван Иванович, будут вам выкать до последнего. Крайне редко им там подрывает так, что они срываются на какие-то ответные действия. Вот, такое изменение, да. Ну, лично в моем случае это бонус, я его так назову. А что еще, да? Ну, понятно, что теперь коллекторские структуры вынуждены определенные там уставной капиталы иметь, чтобы зарегистрироваться в реестре. Все это сейчас контролируется судебными приставами. И вы знаете, очень часто я стал сталкиваться, что имеют, скажем так, результат жалобы на коллекторов через службу судебных приставов. Об этом я отдельный материал подготовлю и расскажу. Поговорю со своими знакомыми судебными приставами и выложу вам материал в ближайшее время. Ну, пока что просто можно, да, можно на них жаловаться и следует за жалобами санкции. Вот, но что они еще пошли, наверное, на какие хитрости? Если вы задумаетесь, то понять ход их мыслей очень легко. Доказать, что вам звонят не из банка, ну, практически, на мой взгляд, нереально. А то есть звонок вам, вы поднимаете трубочку и здравствуйте, там, Банк Русский Стандарт, старший специалист, бла-бла-бла, Магомед какой-нибудь, да. Ну, как правило, там, вот это вот публика. Ну, я еще раз говорю, я не националист, я не против этого всего. Я имею в виду народности вот эти все. Не в этом дело. Просто как вы докажете, что... Как он, во-первых, докажет, что он из банка звонит? А во-вторых, если он вам наговорил там того-то, того-то, и вы понимаете, что он брешет, и потом через час опять звонок, на следующий день опять звонок, в полное противоречие 230-му федеральному закону. То есть они там имеют право, чтобы вы понимали, отдельно четко, конкретно временной регламент выбрать. Об этом тоже будет отдельный ролик, обзор будет 230-го ФЗ. Ну, так или иначе, знайте, что они не могут вам звонить так часто. И вот вы, допустим, недовольны вот этим их поведением, и говорите, в банк приходите и говорите, мне звонил вот с такого-то номера некий Магомед. А в банке смотрят, у нас нет такого номера, у нас нет такого сотрудника, и вообще мы не знаем, кто вам звонил. Ваши действия. Но мне звонят, говорят, что от вашего банка. Нет, мы не знаем таких. Обращайтесь в полицию, это вымогатели. Это в том случае, если человек вменяемый, и он понимает, что он делает, он включает голову, когда что-то происходит с ним, что касается его кошелька, его финансов. А сколько людей вот на это клюют? Просто заглатывают эту наживку и совершенно спокойно платят. Вы спросите, а толку, как они платят? Они же платят в банк. Ребят, как устроена коллекторская служба, как они взаимодействуют, банкиры между собой и коллекторами, между коллекторами, и как коллекторы получают прибыль? Это тоже отдельная история, и я обещаю, что я про это расскажу подробно. Я вам просто скажу. Получает, как только человек начинает платить, коллекторы начинают получать за это вознаграждение. Я еще раз повторю, я попозже выложу ролик, как это устроено, как это действует. Поверьте, проверенная схема, я знаю точно, как это происходит. Ну, так или иначе. И вот люди, понимаете, из ста человек один только может почувствовать. Вот когда я читаю комментарии на своем канале, неужели таким вот дуракам можно верить, неужели таким дурным кто-то платит? Ребята платят повально. Таких вот людей, которые понимают, которые смеются над этим, даже не единицы, сотые процента. Вот у меня на канале сейчас на день выхода ролика там чуть больше 22 тысяч просмотров. Ну, простите, подписчиков. Ну, около 10 миллионов просмотров моих роликов. Это пищенка. Вот я, понимаете, я вот хожу, да, вокруг, и очень много людей встречаю, которые не понимают, как можно не платить. Практически, если выстроить 100 человек, из этих 100 человек 99 будут вот так вот говорить, я не знаю, как мне платить. Надо платить. И тут гусарские всякие вот эти вот движения, да, там взял, надо отдать и так далее и тому подобное. И просто страх, а что будет, если я не заплачу? И многое, многое, а что еще? Так вот, к общему знаменателю. По большому счету ситуация не изменилась. Вообще. Скажу честно, я этого ожидал. Просто пошевелили воздух, показали народу, что наши избранники думают о народе. Это очень важно. Ну, и все. А дальше работает схема. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Если ты с чем-то не согласен, то твои, ну, если твои права нарушены, пожалуйста, заявляй. Не знаешь, как учись. Знаешь, как. Милости просим. Если не заявляешь, ситуация простая, значит, ты всем доволен. Не знаешь, не умеешь, нет времени научиться, это никого не волнует. Нет денег заплатить юристам, это тоже никого не волнует. Значит, тебя все устраивает, раз ты ничего не делаешь. Если тебе гадят на голову, а ты сидишь и придумываешь аргументы, чтобы не прекращать это, значит, это твоя зона комфорта. Вот и все. Не забывайте об этом. Когда вам говорят, что что-то происходит в вашем отношении незаконно, вернее, вы думаете, вы чувствуете, что что-то там нарушено, то надо заявлять. Иначе вот эти вот банкиры, они так и рассуждают. Из ста человек один, может, взбрыкнет, а все остальные, это идите сюда, это наши жертвы, это наше стадо. Так что призываю вас всех вырваться из этого стада. Калитка я вам показал. В описании ролика этого и всех других есть ссылочка на наш сайт. Там все подробно рассказывается, как устроена работа моей организации, что мы для вас можем сделать, каким результатом привести, за какое время, сколько наши услуги стоят. Если вы просто хотите быть в курсе, подписывайтесь на наш канал. Если вы хотите, чтобы еще большее количество людей узнали, всю правду, делитесь. Под роликом есть кнопочка поделиться. Ленточка соцсетей выходит. Отправьте сообщение, поделитесь этим роликом со всеми, кто вам дорог, кто в ваших друзьях, в соцсетях и так далее. Это несложно. Лайки, само собой, ставьте, конечно же, лайки. Пишите комментарии. С вами был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты. Компания Аля. Счастья, здоровья и финансового благополучия вам и вашим близким. До свидания. Счастья, здоровья и финансового благополучия вам и вашим близким.